Здравствуйте, меня зовут Екатерина Трояпольская, это Андрей Родионов. Мы рады вас приветствовать в Центре Вознесенского и виртуально в этот прекрасный субботний день. По субботам мы с Андреем ведем поэтическую молодежную студию, на которой собираются молодые поэты от, не знаю там скольки, ну в общем-то у нас по правилам 14-18, но уже есть такие, которые чуть старше, есть которые чуть младше. Короче, это наш первый такой опыт в это время виртуальной жизни всеобщей выйти, ну то есть у нас были запланированы лекции, когда классные наши друзья-лекторы встречались персонально в каком-то небольшом нашем сообществе с поэтами и говорили по душам о чем-то сложном или наоборот только своем поэтическом таком внутреннем. Но у нас как раз случился новый набор и мы планировали такие лекции установочные, которыми мы должны были вот молодых этих людей 14-18 лет, новоприбывавших каким-то образом свернуться в представление о поэзии, которая, конечно, у всех набороприбывавших всегда в чем-то похожа, они где-то там заканчиваются в середине 20-го века, все их предпочтения поэтические и так далее. И мы начинаем как-то работу с ними всегда с того, что немножечко пытаемся их расшевелить, рассказать им про то, как современная поэзия существует, как существует современный язык и поэтому, конечно, большое в этом место, в этом разделе занимает современное искусство. Вернее, современная поэзия является частью современного искусства, это все понятно, что они взаимодействуют и чем раньше молодой человек, молодой поэт, молодая поэтесса это поймут, тем им будет интереснее. Ну а так как сейчас такой виртуальный, такой виртуальный общий мир глобальный, то мы рады разделить эти самые лекции вместе с вами и вообще будем модерировать. Я вот как-то начинаю, Андрей пока молчит, но он будет основным модератором. Молчание золото! Что-то читать ваши вопросы, помогать. А лектор у нас сегодня Борис Клюшников, тоже довольно молодой, современный философ, куратор, теоретик современного искусства, на многих лекциях, которого мы как-то уже бывали сами, и поэтому нам кажется, что как-то нам будет действительно достаточно сегодня интересно поговорить обо всем. Вот, Боря, вам слово. Здравствуйте, здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Вообще очень приятно говорить о современном искусстве и поэзии, и вот действительно последний год меня приглашают на поэтические события, и действительно я все чаще задумываюсь о пересечении практик, поэтических практик и практик современного искусства. Даже я вот начал писать о поэтах, у меня вот несколько первых моих текстов скоро появятся о поэтах, я чувствую себя ужасно неуверенно, потому что это первые тексты о поэтах, и заранее прошу прощения, да, если здесь будет что-то такое непрофессиональное с поэтической точки зрения, и, в общем, если что, поправляйте меня по поводу поэзии, я думаю, мы можем как-то построить это в качестве диалога и в качестве обсуждения, в том числе вот в чате, который присутствует, так что можно, я думаю, как-то в конце уделить внимание такому интерактивному общению. Да, я буду сегодня говорить об искусстве и поэзии, и буду говорить именно теоретически. Вот как Екатерина сказала, что мы понимаем, что поэзия это часть искусства, и необходимо понять, как вообще связаны миры визуального искусства, в кавычках, то, что называется, то, что исходит из традиции fine art, да, то есть искусство как определенного института, и как этот институт связан с поэзией. И на самом деле это не такой уж и простой вопрос. Многие на самом деле считают, что существует фундаментальная разница между поэзией и искусством. И я для начала, чтобы навести такие, можно сказать, мосты между поэзией и современным искусством, я хочу сначала обратиться к традиции, которая репрессировала поэзию как очень важную часть искусства. То есть я хочу показать, как происходило стирание роли поэзии в художественном мире. Связано это на самом деле с определенной традицией, которую можно назвать традицией эстетической. И здесь мы можем говорить о некотором противоборстве понимания искусства. Оно может быть построено эстетически, это может быть эстетическое понимание, и это может быть поэтическое понимание искусства. То есть борьба идет здесь между эстетикой и поэтикой. Не поэзией, а именно поэтикой. На чем основано это противоречие эстетики и поэтики? Оно восходит на самом деле к сочинениям Канта и к тому, как эти сочинения Канта были восприняты в конце XVIII-го, в начале XIX-го века. У Канта существует знаменитый его трехтомник, это критика чистого разума, критика практического разума и критика способности суждения. И в критике чистого разума появляется слово эстетика в параграфе, который называется «О трансцендентальной эстетики», где Кант говорит о том, что все наше познание, все наши отношения, рациональные отношения с миром возможны только благодаря тому, что у нас есть тело и какая-то телесная ориентация в пространстве. И под эстетикой Кант понимает здесь чувственное, но то чувственное, которое переходит в знание, то есть каким образом чувственное организовано так, что вместе с ним мы получаем возможность вообще что-либо познавать. Поэтому, когда Кант говорит о трансцендентальной эстетике, он говорит о пространстве и времени. То есть мое тело обладает пространством, мое тело находится во времени, и поэтому во мне есть какой-то механизм, по которому я воспринимаю пространство и время. И вот так Кант понимает в «Критике чистого разума» вот это слово «эстетика». Но в третьей критике он использует это слово «эстетика» совершенно иным образом. Он начинает говорить о истории и теории вкуса, фактически. То есть способность суждения – это общая для нас, для всех способность выделять вещи, которые могут нам нравиться. То есть мы говорим, например, в этом что-то есть, то есть что-то меня зацепило в этой вещи или почему-то мне нравится вот это. Нравятся нам разные вещи, то есть у всех вкусы разные, содержание вкуса разное, но при этом они нравятся нам в соответствии с какой-то схемой. То есть когда вы говорите, что вам нравится вот этот музыкальный трек, я понимаю, что вы имеете в виду, я понимаю, что как вам он нравится. То есть в третьей критике способности суждения под эстетикой понимаются вот эти первичные механизмы, которые сталкивают нас с вещами и заставляют нас восхищаться вещами. И вот этими механизмами в третьей критике называются прекрасное и возвышенное. То есть мы встречаемся с вещами через прекрасное и возвышенное. Очень важно, что вот этот термин «прекрасное» является довольно поздним переводом. Если вы посмотрите на ранний перевод этого слова «прекрасное», то вы увидите, что оно звучит как «изящное». И вы наверняка знаете, что музей изобразительных искусств имени Пушкина раньше назывался музеем изящных искусств имени Пушкина, потому что это слово берется как раз из кантианской традиции, вот этого изящного. Что такое изящное? Изящное, по сути, это наша способность реагировать на какую-то композиционную комбинаторику, на то, как гармонично вещь сделана. Но также в этой комбинаторике присутствует момент совпадения, такого совпадения, которое не подстроишь. Например, это можно схватить именно в слове «изящность», когда вам говорят «тебе так идет эта шляпа». То есть вы представьте, что вы приходите в магазин, надеваете шляпу, и как будто она создана для вас. То есть человек это замечает, он говорит «о, вот это вот подходит», «тебе это подходит», «тебе это идет». И вот в этом слове «изящное» есть категория подходящности, так скажем. То есть это что-то подходит. И Кант говорит, что что-то может подходить именно из-за того, что существует прекрасное и возвышенное. Однако Кант, если вы читали «Критику способности суждения», вы знаете, что Кант говорит не только об искусстве. То есть прекрасное и возвышенное, оно также обретается в математике, например, или в природе. То есть вы видите вот эти гармоничные части в природе, с возвышенным вы тоже в природе можете взаимодействовать. Но Кант выделяет особого рода искусство. Это не все искусство, это определенное искусство, которое он называет изящным искусством, прекрасным искусством. Это такое искусство, которое видит своей задачей выявление и проблематизацию работы прекрасного и возвышенного. То есть это не любое произведение, а это именно такое произведение, которое сделано особым образом, чтобы проявлять для нас принципы прекрасного и возвышенного. И именно эта традиция ложится в основу того, что мы называем эстетизм. Вот это эстетическая традиция. Для нее принципиально важно, что произведение искусства это чувственный объект, то есть определенная вещь в пространстве и времени, которая работает с вашими органами чувств, услаждает, например, зрение или вы чувствуете музыкальную гармонию, то есть существует что-то телесное, существует что-то чувственное, и с этими механизмами работает произведение искусства. Эта традиция неразрывно связывает несколько элементов воедино, то есть она предлагает несколько элементов, исходя из кантовской теории. Первый элемент, который важен, это нормативность. Нормативность. То есть эта система нормативна. Что это означает? Кант говорит, что прекрасное и возвышенное – это фактически внеисторические категории нашей телесности. То есть они не изменяются по Канту исторически. Да, вкусы наши меняются, но сам механизм работы вкуса является внеисторическим. Соответственно, искусство, которое выделяет вот эти нормы, оно выделяет «вечные нормы», в кавычках. То есть здесь есть категория некоторой вечности. И поэтому очень часто этот эстетизм разбирает вопросы классического искусства. То есть античность, ренессанс, классицизм XIX века, академизм и вот эта линия, которая в XX веке связана с абстрактным искусством и с американским модернизмом. То есть у нас есть такая традиция этого искусства по определению вот этой нормативности. Первая вершина этого треугольника, соответственно, нормативность. Второй момент, который сюда же приходит, если мы делаем выводы из Канта, это присутствие зрителя, обязательное присутствие зрителя как чего-то телесного. С объектом искусства вы сталкиваетесь в пространстве чувственного опыта. Вы приходите на выставку, ваше тело приходит на выставку, и вы сталкиваетесь с холстом, например, или со скульптурой. То есть здесь важен зритель, как кто-то, кто предстоит произведению искусства. И третий момент, чрезвычайно важный, это момент того, что в этом искусстве существует выявление логики нашего чувственного аппарата. То есть мы связаны с традицией просвещения и нового времени, которое исследовало, например, зрение, исследовало видение. И примером такого текста, текста эстетического, примером этого текста может служить клетка решетки, текст решетки Розалинды Краус. Это очень важный текст для искусства 20 века. Он определяет, собственно, развитие с точки зрения Розалинды Краус современного на тот момент искусства. Она пишет этот текст в 60-е годы, 60-е и 70-е. Она говорит, вот посмотрите, начиная с Ренессанса, мы видим, что Ренессанс интересуется зрением, выстраивает математическую модель перспективы и делит пространство на такие решетки. Эти решетки – это выявление, на самом деле, особенностей глаза. И потом она очень долго говорит о глазе. И если вы читаете ее работу, вы понимаете, что искусство 20 века – это искусство, которое доходит до чистоты вот этого понимания, что произведение искусства есть не что иное, как решетка. Через Мандриана мы таким образом переходим в традицию минимализма. То есть здесь есть вот эта сцепка. Обязателен зритель, то есть обязателен глаз зрителя, который организован каким-то способом. Обязательно предстояние зрителя перед пространством. И вот именно эта традиция называется эстетизмом. Она настаивает на том, что искусство является работой с чувственным опытом. И в этой схеме как раз существует очень яркое противоборство искусства и поэзии. Искусство таким образом не столько должно быть поэтичным, оно не связано с языком, не связано с определенно понятой литературной традицией, оно связано вот с вопросами чувственности, с выявлением вот этой телесной и институциональной основы изящного искусства. И разрыв в этом эстетизме происходит прямо сразу, после Канта. И связан он с деятельностью романтиков, немецких романтиков, йенских романтиков, которые, собственно, интерпретируют Канта определенным способом. Они отказываются принимать на веру его третью критику, его критику способности суждения. И они говорят, что Кант совершает революцию именно потому, что он описывает работу пространства и времени с точки зрения познания. То есть они пресекают в верности именно первой критики, критики чистого разума. То есть для них эстетика – это не вопрос вкуса, это не вопрос, соответственно, чувственного восприятия, не вопрос зрителя, а это вопрос знания. То есть они говорят, они замечают в Канте вот этот очень важный поворот. До Канта вы могли знать вещи непосредственно. Например, в системе Декарта вы спекулятивно, рационально можете знать вещи. То есть вы выходите к вещам напрямую. Между вами и вещами нет никакой системы медиации. И вот в этой картезианской системе очень большой вопрос касается роли воображения или, например, роли сновидения. В докантовской традиции очень часто говорили о том, что сновидение – это что-то вроде галлюцинации, которой можно пренебречь. Очень многие философы эмпирического толка даже само сознание трактуют как вещь, которой можно пренебрегать. Например, был такой философ Джемс, который говорил о том, что сначала чувствует наше тело, осознание запаздывает, то есть оно всегда интерпретирует показания нашего тела. Например, на нас выбегает собака, и мы сначала пугаемся, и только потом мы понимаем, чего именно мы испугались. То есть сначала реагирует телесное. Осознание – это просто какой-то запоздалый отзвук реакции нашего тела. Это такой эмпиризм. Но у Канта возникает новая роль, связанная с воображением. Дело в том, что он говорит, что мы не можем познать вещи сами по себе. Они не даны нам сразу. Между нами и вещами есть то, что есть такие механизмы опосредования. И в этих механизмах опосредования особую роль играет воображение. То есть воображение уже не является чем-то, чем можно пренебречь. А фактически, если очень упрощать, Кант говорит следующее. Для того, чтобы познать какие-то вещи, например, для того, чтобы познать форму этого стакана, мы должны вначале воссоздать этот стакан в своем воображении. То есть мы строим модель тех вещей, и мы познаем вещи именно через свое воображение. Историки кантианства назвали не очень удачно, на мой взгляд, эту теорию Канта креативной теорией истины. Она говорит о том, что истина познается не непосредственно, не сразу, а посредством воображения. То есть истина – это не просто математический акт, а это акт, построенный на очень важных функциях воображения. И романтики, йенские романтики, они, собственно, соединили вот эту теорию истины и сказали следующее. Вот раньше нам казалось, что существуют ученые и существуют художники. И, например, вот в этой системе существует, например, философ, который очень крутой. Он взаимодействует со знанием напрямую. А художник – это тот, просто тот, кто подражает природе. У Платона, например, существуют великие идеи. Природа – это уже какое-то отражение этих идей, уже какое-то кривое отражение этих идей. А художник – это вообще что-то ужасное, потому что он еще дальше искажает идеи и дает нам всего лишь чувственный образ этой истины, которую философ познает напрямую. И, как вы понимаете, после Канта уже нельзя выстроить вот такой иерархии между философией и искусством. Если наше воображение играет непосредственную деятельную роль в познании мира, это может привести к выводу, и романтики приходят к этому выводу, что на самом деле именно художник непосредственно взаимодействует с истиной и с реальностью. То есть возникает такой прямой переворот. Уже не философы занимаются истиной, а художники занимаются истиной. Почему именно художники? Потому что сам мир, если все вещи даны друг другу через вот эту медиацию, получается, что сам мир похож на вот это тотальное воображение, из которого рождаются вещи. Это приводит к тому, что мы мыслим мир как произведение искусства. Это и есть романтическая система. То есть истина дана нам художественно. Если кто-то из вас записывает, то есть для этого очень четкая формулировка. Это художественный режим существования истины. То есть дело не в том, что художник посягает на истину философов, а дело в том, что сама истина работает по художественным механизмам. Художественный режим существования истины. И получается, что художник подражает в каком смысле? Он подражает импровизации мироздания. Он подражает вот этому проекту искусства, которым является наш космос. Собственно, это будет шеллинг, который уже в конце будет говорить о том, что весь наш мир является произведением искусства. Это очень важный итог романтической революции, которая базируется на идеях Канта из критики чистого разума. Именно. Не из критики способности суждения, а из критики чистого разума. Но как романтики понимают искусство? Мы видим, что романтики понимают искусство уже не как вот этот чувственный механизм по выявлению прекрасного и возвышенного. Скорее, здесь речь идет о том, что искусство неразрывно связано со знанием, а значит, искусство неразрывно связано с языком. То есть искусство является вариантом языка в первую очередь. И поэтому, когда романтики говорят произведение искусства, вы можете читать вполне строго. Это как поэзия. То есть существует знак равенства между поэмой, поэзией и тем, что понимается под произведением искусства. То есть произведение искусства функционирует через язык. Именно потому, что благодаря произведению искусства мы можем что-то познать экспериментальными способами работы с языком. То есть задействуя поэтику. И поэтому мы можем разобраться в двух этих системах. Когда они расходятся? Они расходятся в конце XVIII века. И это расхождение уже видно у Шиллера, у Фихте, в этой немецкой традиции. В отношении первой, вот этой эстетической традиции, я вам говорил об этом треугольнике, который формируется. Это нормативность, внеисторичность, телесность зрителя и выявление чувственного восприятия. Романтическая теория формирует абсолютно противоположный круг идей. То есть этот треугольник начинает трансформироваться. Каким образом? Во-первых, вам не нужен зритель. Смотрите, пропадает привязка к зрительному восприятию. За счет чего? За счет того, что если произведение является языком, если произведение является способом работы со знанием, то есть чувственным в знании, тогда это знание может быть передано другими средствами, оно может быть независимо от вашей ограниченной чувственной ситуации. Условно говоря, вы можете позвонить другу и рассказать то, что вы поняли при столкновении с произведением искусства. То есть вы можете воссоздать, как произведение искусства производит знания. И для этого вам не нужно на самом деле видеть работу. И обратите внимание, что все искусствоведы, великие искусствоведы, они связаны с романтиками. Именно потому, что они интерпретируют произведение искусства не из оригиналов, а с фотографий. То есть, чтобы вообще была возможность говорить о произведении искусства по фотографии, вы должны уже понимать произведение искусства как язык. И этот язык можно понять, в нем есть определенная работа смысла, и в произведении искусства имеется смысл, который вы можете передать другому в словах. То есть искусство – это язык. С этой точки зрения. А язык – это то, что подвешивает, делает относительным ваше чувственное восприятие. Уже можно сказать, что романтики являются родоначальниками идеи того, что наше само чувственное переформатировано через язык. То есть, не существует внеязыкового пространства. А это значит, что не существует вне поэтического пространства. Вы всегда можете общаться с этим пространством на поэтическом уровне. Вот, что принципиально важно. Лучше всего, если вас интересует вот эта тема романтического, я рекомендую для всех поэтов, конечно, и для тех, кто интересуется, книгу Жан-Люка Нанси, продолжателя романтической философии в 20 веке, и Филиппа Лакур-Лабарта. Книга называется «Литературный абсолют». Литературный абсолют. Там Филипп Лакур-Лабарт и Жан-Люк Нанси как раз показывают. Вот эти мои комментарии, они из этой книги. Они показывают, что на самом деле быть романтиком означает воспринимать мир как литературу. То есть, именно потому, что есть вот этот язык и воображение. Вы взаимодействуете со всем, как если бы вы были внутри литературного произведения. То есть, мир это и есть такая глобальная литература. Например, то, что мы говорим о себе, это всегда какой-то нарратив. Это всегда какая-то последовательность событий. То есть, мы в нашей повседневной жизни строим рассказ какой-то. И получается, что все контролируется не столько чувственным, сколько поэтическими вот этими изменениями внутри языка. и романтики доходят до абсолютизации этого принципа. Для них само бытие это вариант литературы на самом деле. И, соответственно, здесь в романтической системе уходит значимость зрителя. Второе, что здесь уходит, это нормативность. Нормативность. И вот эта внеисторичность привязанная к классицизму и вообще к идее классики. романтики переосмысляют вопросы революции в первую очередь. Романтики появляются как раз в момент Великой Французской революции. И если Кант никак не осмысляет исторический разрыв, исторический переход, в его системе просто этого нет. Прекрасное и прекрасное. То есть это очень нормативные вещи. Это такие системы, где нет возможности изменения. В противоположность этому романтики говорят о мире и об антологии, о философии, где есть возможность революции. И эта революция связана, как вы понимаете, с языком и с переменой, которая организуется в языке самом. То есть мы получаем не классическую такую историю, а контр-классическую. То есть у нас раньше был ренессанс, классицизм, неоклассицизм, модернизм американского типа, и у нас есть другая система. Это романтизм, это варианты реализма, понятого в смысле Эдуарда Мане, например. Дальше это авангард, причем не любой авангард, а именно дадаизм и сюрреализм. И дальше это концептуальное искусство, которое стоит на вот этих позициях языковой природы произведения искусства. И вот эта традиция, начиная от романтизма, она была неразрывно связана с тем, что произведение искусства это работа определенного рода с языком, это специфическая работа с языком. И здесь есть как раз очень важный момент, который постоянно проясняется. Это момент, связанный с тем, что происходит с языком и что такое язык тогда в момент революционных исторических потрясений. Пьер Бурдио, такой социолог Пьер Бурдио отмечает, что искусство и литература, поле литературы смыкаются в определенные моменты, а в определенные моменты расходятся, что я сейчас вам и демонстрирую. То есть момент американского абстрактного искусства это момент, когда искусство полностью отделяется от литературы и от поэзии. А есть моменты, где они наоборот смыкаются. И Бурдио обратил внимание, что они смыкаются в вопросе революции. То есть поэзия и искусство начинают вместе что-то, они начинают буквально вместе работать в момент революции. Романтики, например, которые первые философы поэзии, которые дали первую теорию поэзии, они осмысляют Великую Французскую революцию. Затем мы можем сказать, что соединения Маларме и Мане осмысляют процессы второй половины XIX века. То, что Бурдио называет символической революцией. Затем мы можем вспомнить дадаистов, Дюшана и сюрреалистов, которые мыслят сюрреалистическую революцию, то есть изменение общества с точки зрения освобождения бессознательного и освобождения сексуальности. И выясняется, что именно для революционной задачи именно в момент какой-то революции возникает сцепка поэзии и искусства. Еще несколько примеров я хочу привести вот такого рода вещей. 68 год, когда укрепляется, так скажем, концептуальное искусство, появляется оно в 65-м приблизительно, ну, в ранних 60-х, но укрепляется в 70-е годы на самом деле. И это происходит вокруг волнений 68-го года. То есть в СССР это ввод войск в Чехословакию, и тогда тоже начинается, кстати, поэтический подъем неофициальной поэзии советской. В общем, 68-й год это такие крупные социальные изменения. И в этот момент происходит как раз вот такое новое соединение поэзии и искусства в форме, например, видеоэссеизма или форме фильма-эссе. То есть это поэтический такой разбор социальной действительности. это социальная критика поэтическими средствами. Вот так можно сказать о фильме-эссе. Такой кинокритик Базен так назвал фильмы Криса Маркера, режиссера Криса Маркера. Он сказал, что это политика поэтическими средствами. И это очень интересно, потому что в революционные моменты возникают поэты, но поэтов нельзя мыслить аполитично, а поэты это скорее политики поэтическими средствами. И мы можем сказать, что главным объединяющим фактором вот в этой романтической системе искусства является вопрос в отношении символического порядка. то есть почему и искусство и поэзия реагируют революционным определенным способом. Потому что в обществе начинают рушиться или ставиться под вопрос иерархии. То есть закрепленные за людьми определенные социальные места. Пример я хочу привести. Я его часто привожу на своих лекциях пример того, что такое революция в отношении символических порядков. Вот до Великой Французской революции существует аристократическое общество. В этом аристократическом обществе представьте, что это пазл. Вот очень хорошо можно это схватить на идее пазла. У пазла есть предварительная картинка, и вы собираете кусочки пазла, но вы знаете, что вы хотите получить. У вас есть вот эта изначальная модель в пазле. Получается, что у каждого есть свое место. Аристократический мир – это мир, где у каждого человека есть свое место. И вот, значит, вы как пазл это собираете. Но что происходит, когда возникает французская революция? Происходит следующий момент. то, что раньше имело свое четкое место, начинает открепляться от этого места. И происходит такое переопределение. Например, можно сказать, что раньше социальные пространства были четко разграничены. Крестьяне работают в поле, аристократы сидят в усадьбе, и все это очень жестко регламентировано. Но появляется буржуазный город. Новый Париж, например, 19 века. И это город для горожан. И быть горожанином означает совмещать, гибридизировать вот эти разные символические позиции. Тебе, например, говорят, что ты теперь можешь быть кем угодно. И ты должен выбрать, кем ты хочешь быть. Если ты в аристократическом мире крестьянин, например, ты работаешь в поле, то ты, будь уверен, проработаешь в поле до конца жизни, как правило. То есть у тебя нет вопроса о твоей судьбе. Ты не занимаешься такими вопросами. А вопросы самоопределения, они происходят после Великой Французской революции. Возникает в том числе феномены лени, скуки и активного нежелания становиться кем-либо. То есть все это идеи послереволюционные. И вот эту революцию можно описать в отношении символического порядка скорее как пятнашки. То есть там есть пустая клетка, которая делает весь порядок резко движимым. И сравните пазл и пятнашки. В пятнашках все время можно переставлять. Там есть за счет чего? За счет того, что есть пустая клетка. С точки зрения символического эта пустая клетка соответствует бессмыслице. То есть это какой-то провал смысла, но именно этот провал смысла реорганизует места всех людей вот в этом символическом порядке. Соответственно, можно сказать, что революция это какой-то крах бывшего символического порядка. Этот крах схватывается в первую очередь в языке, потому что язык работает через означающее, через особые отношения с символическим. То есть, когда рушится власть, первое, что рушится, и кто-то говорит даже, что власть рушится благодаря языку. То есть, в языке есть что-то, что рушит эти иерархии. Когда рушится власть, рушится язык. И в этот момент, когда рушится власть и рушится язык, мы оказываемся в состоянии поэтическом именно. То есть, в состоянии, где в языке можно проследить разрывы и расколы. Когда сам этот разрыв и раскол становится для нас очевидным, и с другой стороны, мы его закрепляем в качестве поэтической практики. Вот я сказал, что для кого-то в языке содержится то, что приведет к расколу. Я цитирую здесь книгу Юрчака, антрополога Юрчака, который написал книгу «Это было навсегда, пока не кончилось». И он там описывает, как функционирует идеологический язык советского. Это очень специальный язык, где сочетается марксизм-ленинизм, такой вот бюрократический канцелярит и разного рода бытовая магия при этом. То есть разные анекдоты, вот эта вот мистика, низовая мистика городская. И этим языком начинают говорить члены партии. Например, язык Брежнева это очень важная вещь такая, то есть язык начинается, начинает трансформироваться. И Юрчак говорит, я немножко преувеличиваю, он все-таки не так говорит, но он говорит, что в самом языке был раскол в позднесоветском языке, в нем была вот эта дыра. И вот эта дыра начала расширяться, расширяться, и возникает перестройка, возникает обрушение самого идеологического языка. Если вы вспомните, кто пришел после советского, вот это время 90-х годов, вы увидите, что мы обладаем какой-то очень странной политической речью в 90-е годы. Что вы помните из речи 90-х годов? Вот я вспоминаю, как Ельцин говорит, понимаешь, вот он через каждое слово говорил, понимаешь. И это схватывалось в сатире тоже, и так далее. И мы помним, я помню, например, Жириновского, который, тоже у него была какая-то такая бросовая фразочка, которая ничего на самом деле не значила, что юмористы всячески подчеркивали. То есть было видно, что в самом языке 90-х годов существовала какая-то запинка, существовала перестройка, когда старый язык сломался, а нового еще нет. То есть говорить никак не получается. И вот в этот момент зазора, который организуется в языке, как раз искусство и поэзия совмещаются. И это так и для перестройки у нас, потому что в 90-е годы появляется движение в искусстве московского акционизма. И нужно помнить, безусловно, что московские акционисты это в первую очередь поэты. То есть Александр Бреннер, Дмитрий Пименов и Анатолий Осмоловский, они как раз оказались, почему они стали такими художниками, какими они стали. Фактически они увидели крах языка, они оказались к этому чувствительны, потому что они были поэтами именно. И поэт предыдущего поколения, Пригов, концептуальный поэт, это поэт, у которого возникает игра с идеологическим воображаемым советского. Например, такие персонажи, как милиционер, для того, чтобы быть поэтом в советском, необходимо обыгрывать идеологемы. Но выясняется в 90-е годы, что эти идеологемы рушатся буквально. И поэты оказываются перед невозможностью языка. И в работах московских акционистов вы видите вот эту запинку тоже в языке. то есть они доводят язык до такого предела, что он становится экспрессивным жестом. Например, собака кулика, вот этот перформанс кулика с собакой. Кто такая собака? Это художник, который лишился речи, он лишился языка, и он проблематизирует свое лишение языка. Я не знаю, можно ли материться здесь, или как, но не знаю, да, вот тоже какой фиболический порядок, но я назову просто эту работу, я думаю, вы ее знаете, это работа текст группы Эти, где они выложили слово на Красной площади, и по сути дела, вы знаете, на что они на самом деле реагировали, в каком контексте этой работы? Дело в том, что в тот момент правительство издало указ, что нельзя материться в общественных местах, то есть мы видим, что власть реализует символическое изменение в языке, то есть оно грубо говоря вычеркивает из публичного пространства нецензурную лексику, и в этот же самый момент группировка Эти, то есть группа Эти, Анатолий Осмоловский, они выкладывают это нецензурное слово в самом центре площади, то есть они возвращают то, что было выброшено из языка, они возвращают буквально своими телами в символическое, и здесь очень важен вот этот контекст именно символического, и мы видим, что авангарды, это только несколько примеров, безусловно, но мы видим, что авангарды, в авангарде поэзия занимает вот эту центральную функцию, потому что поэзия является вот этим символическим элементом, работая с языком в романтическом смысле, вот, теперь, мы разобрались, что существует эстетический вариант искусства, где искусство связано с телесностью, визуальным восприятием и так далее, и существует поэтический вариант, некоторый революционный вариант искусства, где искусство связано с языком и с изменениями в символических структурах. Вот эти две линии необходимо очень, очень, ну, я много могу рассказать, я не знаю, насколько требуется здесь дальше подробно развивать, я скорее хотел бы двинуться дальше в этой мысли и сказать вот следующее, что такое тогда символическая революция и что такое произведение искусства, которое способно осуществить символическую революцию, и такой вопрос, с чем символическая соотносится для производства революции, вот такой вопрос, и здесь мы можем обратиться к определению идеологии, которая была описана Луи Альтюсером в 60-е годы, тоже на сломе идеологических повесток. Я не буду долго это рассказывать, я постараюсь это упростить, но если у вас будут вопросы, задавайте их, конечно, позже. Но под идеологией Альтюсер понимал воображаемые отношения с реальными условиями существования. То есть здесь на первом плане, когда мы говорим об идеологии, выходит проблема образа и воображаемого. Мы себе, чтобы как-то жить, мы воображаем себе, самих себя, именно исходя из соответствия этому образу себя, мы можем действовать. И обычно лакан, который вводит вот эти регистры, воображаемое и символическое, обычно это связано со стадией зеркала, когда молодой ребенок, вернее ребенок, ладно, когда ребенок, старый ребенок, когда ребенок подходит к зеркалу, он впервые видит себя целиком. В этот момент он испытывает тревогу, и он решает с этой тревогой обойтись через идентификацию со своим отражением. И здесь возникает воображаемое, как очень важная инстанция. Это ваши проекции и идентификации для того, чтобы сохранить целостность и уйти от тревоги некоторой. Здесь очень важно, что вам постоянно говорит кто-то, что это вы. Например, родитель вам говорит, обрати внимание на зеркало, это ты сам. И ты понимаешь, это я. И ты усваиваешь, это я. То есть на самом деле ты представляешь собой груду объектов, текстов каких-то там. Это просто созвездие, не пойми чего. Но в тот момент, когда ты подходишь к зеркалу и твоя мама говорит тебе, вот ты так похож на бабушку, посмотри, и ты соединяешься с этим образом. Происходит вот эта продукция воображаемого. И здесь что очень важно? Что Лакан, когда он вводит стадию зеркала, он понимает, что для нашего телесного восприятия необходим означающие, то есть необходим язык, необходим кто-то, кто скажет это ты, закрепит вот эти места символические. то есть здесь важен язык в первую очередь. У животных не существует стадии зеркала, как говорит Лакан. Но смотрите, получается, что сама телесность, если мы ее не ощущаем, если мы находимся в символическом порядке, например, внутри гендерного символического порядка, нам кажется, что вот мое тело, мое тело мужчины, вот я ношу такую одежду, вот мои глаза, значит, вот мое зрение, все нормально, в кавычках. То есть это нормализованная ситуация. Вы как бы не чувствуете никакого вопроса в этом. Но в тот момент, когда символическое начинает сползать, когда вот эти иерархии начинают рушиться, вы буквально сталкиваетесь с тем, что этот образ начинает не соответствовать себе, и он начинает сам расползаться. То есть вслед за символическим вот этим расползанием идет расползание воображаемого. И воображаемое начинает коллапсировать, оно начинает рушиться. И в этот момент вы как раз замечаете, что вы находитесь внутри идеологии. То есть если бы не было вот этих революций, если бы не было вот этих моментов символического слома, вы бы никогда не сказали, ой, я внутри идеологии. То есть вы бы никогда не релятивизировали свой чувственный, например, опыт. Вы бы никогда не могли понять, насколько он исторически опосредован. И только в момент слома вы вдруг понимаете, ого, существует идеология. И это очень ярко видно на примере Мане. У него есть работа, известная, Барфали Бержер, где он играет с зеркалом. И критики Мане, которые не понимали, что он делает, они ему говорили, что Мане просто не знает, как работает зеркало. Зеркало так не работает. Почему? Потому что в работе Барфали Бержер мы сталкиваемся с непонятной ситуацией. Мы видим женщину, и сзади нее есть зеркало. И сбоку, по диагонали справа, мы видим в этом зеркале человека в котелке и с усами. Или как в усах, надо говорить, да? Человека в этих усах. И мы понимаем, что это мы сами, которые подошли к девушке. Но оказывается, что перспективы сталкиваются и рассинхронизируются. Вот то, что можно назвать, возникает несоответствие. в работе Мане очень много специальных несоответствий. Но для чего нужно это несоответствие? Оно нужно для того, чтобы вы якобы подошли к зеркалу. Вы запускаете вот это воображаемое, вы запускаете вот этот поиск своего отражения, поиск идентификации. И при этом вы видите себя немножко сбоку, и тем самым вы открепляетесь от этого зеркала. То есть Мане гениальным образом, работая с образами, извините за тавтологию, работая с воображаемым, работая с репрезентацией, показывает слом этой репрезентации. То есть он дает по репрезентации вот такой шов. Вы как будто не можете отделаться от того, что коллажность возникает в его картинах. И то же самое, конечно, свойственно для другой работы. Мане это завтрак на траве. То есть он соединяет разные интерпретации, и вы видите их, что они начинают как бы разъезжаться. Возникает вот такой зазор, возникает шов. И здесь мы можем лучше прояснить отношение воображаемого вот этого образа и символического. Так вот, они соотносятся следующим образом. Они соотносятся как иллюзия и фикция. Иллюзия, да, вот если из английской традиции брать, это иллюзия и фикшн, слово фикшн. Быть во власти воображаемого это быть во власти образа, верить в образ. Но что создает символическое, когда оно сталкивается с образом, оно указывает на его относительный характер. Оно указывает, оно раскрывает, что этот образ это не просто чувственная реальность, а что эта реальность опосредована языком. И смотрите, сейчас будет немного сложно, но я постараюсь, что мы поймем этот момент. Воображаемое функционирует как полная такая завеса. Вы считаете, что вы находитесь внутри этой системы. Например, когда мы можем понять, что речь идет о воображаемом. Когда человек вам звонит по телефону и говорит, моя жизнь навсегда изменилась, я понял такую вещь. Вот это он говорит. И если он это говорит, он находится внутри воображаемого. Мы как раз тут и попадаем в царство воображаемого, в царство образа. В живописи это связано с тем, что вы полностью пропадаете в картине. То есть вам кажется, что картина это автономный другой мир этих образов. И вы начинаете верить в эти образы, что называется на голубом глазу. И тогда мы говорим об иллюзии. Скажем, Ренессанс пытался выстроить иллюзорное изображение, иллюзорное пространство. Но как понимает тогда произведение искусства Мане. Что он делает, когда он сталкивает различные форматы репрезентации? Он накладывает на воображаемое ограничение символическим. То есть он говорит, что произведение искусства это языковая система, которая пересекает воображаемое. И пересекая воображаемое, символическое тем самым ограничивает его и делает его уже не таким очевидным, не таким влипательным, скажем так. То есть вы уже не можете влипнуть в это со всего размаха, что называется. Получается, что если существует символическое, и это символическое в революционные моменты начинает регистрировать вот этот упадок идеологического, упадок воображаемого, таким образом мы можем проследить разницу в том числе между творчеством и искусством и между безумием и искусством. Да, вот если мы посмотрим на психотическое измерение, то мы увидим, что это ситуация, в которой символическое проваливается, и его функции начинают замещать воображаемое. то есть символическое уходит. Если очень просто говорить, представьте, что вы видите галлюцинацию, и вы не понимаете, что вы видите галлюцинацию, то есть вы верите в то, что происходит. Вам, например, кажется, что вас преследует кто-то, да? Вот это и есть иллюзия, вы находитесь в иллюзии, вы не можете из нее выбраться. Но совсем не то происходит, когда художник для того, чтобы сделать произведение, взаимодействует с какими-то психическими состояниями, да? То есть здесь художник оказывается близок к шаману скорее, который сохраняет свою субъектность в тот момент, когда он работает с воображаемым, потому что у него возникает сама эта граница. То есть он понимает, что нет, я это делаю внутри системы искусства, именно поэтому это нельзя назвать собственно безумием, именно поэтому это нельзя назвать творчеством. Потому что творчество это некоторая работа из самой иллюзии, неограниченного такого порядка. Ну, это сложный момент, может быть, мы в вопросах это как-то поднимем тоже, но получается, что искусство само по себе является, если вы ставите вопрос о произведении искусства, вы находитесь уже в формате символического порядка. И если вы берете потом воображаемое и накладываете его на произведение искусства, вы получаете собственно критическую процедуру. Вы получаете возможность релятивизировать ваше воображение за счет языка, за счет связи языка с символическим. И такой литературовед, ученик Альтюсера Пьер Машре, он как раз показывает, что вот это присутствие символического воображаемого является фикцией, а не иллюзией. И он говорит, что само обращение к книге, например, является вот этим символическим ограничением. То есть он говорит даже следующее, что книга изначально критична к идеологии, в которой эта книга производится. То есть книга самим фактом своего существования как бы накладывает на иллюзию определенное ограничение. Вы это в повседневности видите очень просто. Представьте, что к вам приходит друг и рассказывает вам небылицу. И вы понимаете, что у него есть какая-то цель, что скорее всего он придумывает. и ты говоришь нет, это какая-то ложь. То есть ты придумываешь. Это просто образ. Ты в какой-то иллюзии находишься. Например, он приходит и говорит, что за ним следит разведка. Такой параноидальный субъект приходит и говорит, вот за мной следит разведка. Ты говоришь, да нет, кому-то нужен какая-то разведка и все такое. То есть ты понимаешь, что речь идет об иллюзии. Однако, если ты читаешь в книге, например, произведение замечательного Филиппа Дика, писателя, если вы читаете о паранойи у Филиппа Дика, сам факт того, что вы читаете это в книге, сам факт того, что вы в книге это видите, убирает от вас вопрос, правда это или неправда. Потому что здесь фикция, вот этот фикшен переописывает логику существования мира. То есть в фикции есть вот этот момент дистанцирования от идеологии. И именно это создает Эдуард Мане, когда он соединяет две перспективные системы. Фронтальную перспективу и перспективу по диагонали, когда мы видим себя в зеркале, но мы понимаем, что мы сами себе не соответствуем. Вот эта символическая игра мест, она по сути дела является тем, что можно назвать дурацким словом, но пока я еще не придумал другого, рефреймингом. То есть когда меняется символический порядок, меняется вот это обрамление символическое. И теперь мы можем ближе подобраться к вот этому выводу, что объединяет поэзию и произведение искусства в революционные моменты. Поэзию и произведение искусства можно объединить общей вот этой теорией символического, которая говорит нам о том, что любое произведение искусства, именно потому, что вы находитесь в символической системе искусства, накладывает на идеологию вот эти вот критические ограничения. Чтобы не быть голословным, я проанализирую работу, которая, на мой взгляд, является высшим примером соединения поэтической критической процедуры и живописной. Это работа всем вам известного Рене Магрита «Вероломство образов», где Рене Магрит изображает трубку и снизу написано «Это не трубка». и картина называется, обратите внимание, «Вероломство образов». Что мы видим? Рене Магрит подчеркивает для нас, что мы видим не трубку, а мы видим картину, на которой нарисована трубка. Но он может это ограничить за счет введения языка, то есть введения того, что мы можем назвать поэтической процедурой в данном случае. Он пишет «Это не трубка». И тем самым картина как бы разъезжается. Ты одновременно видишь и картину, и трубку на этой картине. Но именно язык позволяет тебе разделить вот это воображаемое от символической системы. Мы открываем, что искусство есть символический институт, заданный языком скорее, а не верой слепой в непосредственное чувственное восприятие. И соответственно здесь тоже можно много примеров. Недавно мы говорили с поэтом Павлом Арсеньевым. Мы всегда с ним участвуем в каких-то общих мероприятиях. Я говорил о его поэзии в ряде таких встреч. И мы как-то смеялись на одной из презентаций его нового сборника. Мы придумали такую формулу его ready-written. То есть когда Паша просто берет из Google или из такого интернет-серфинга какие-то моменты и просто воспроизводит их в своей поэзии. И мы назвали эту операцию очень весело. Мы сказали, что это как Дюшан, только хуже. И здесь есть вот этот момент, а это комплимент. Вы еще должны понять, что это комплимент. То есть это очень сложная ситуация. Если вы говорите, что это как Дюшан, только хуже, здесь хуже значит, что это гораздо лучше на самом деле. Потому что здесь удается ухватить сам этот жест Дюшана. Но я считаю, что это очень важное соединение Магрита с одной стороны, с другой стороны Дюшана, тех дадаистов и сюрреалистов, которые работали на стыке поэтического и художественного. Ведь что такое ready-made Марселя Дюшана? Что такое фонтан? по сути дела это и есть работа с границей произведения искусства как символической рамкой. Фактически Дюшан показывает, что предмет может накладывать, на предмет может быть наложена определенная рамка искусства, frame, вот такая рамка, исходя из которой мы понимаем, мы видим шов воображаемых воображаемого искусства и мы видим шов воображаемого посетителя например туалета. То есть как видит себя тот, кто использует этот товар, тот, кто покупает например этот товар. То есть если очень просто, вот этот ready-made Дюшана за счет того, что он подчеркивает вот эту символическую разницу, он критикует и мир искусства с одной стороны, где он говорит о том, кто назначает произведение искусства, как искусство работает с оригинальностью, с образами и так далее, с одной стороны, но также этот ready-made критикует повседневность, где товар предстает внутри своей рекламной идеологии, то есть внутри своего воображаемого. И это лучше всего я уловил, знаете, на самом деле, я понял жест Дюшана как поэтический жест. Знаете, в какой момент, когда я оказался в сантехническом отделе, мне нужно было покупать что-то там, какую-то деталь для ванны, что ли, или что-то типа того. И я ходил и смотрю на эти все детали, и как я их подбираю? Я их подбираю и говорю, о, вот это красивая ручка, мне нужна вот такая ручка. То есть я понимаю, что, а потом я останавливаюсь и я вдруг понимаю разницу между fine art и тем, что делает Дюшан. Потому что я мыслю из категории прекрасного и возвышенного. То есть я в повседневной жизни руководствуюсь вот этим эстетизмом. Вот красивый стакан, мне нравится. И я выбираю сантехнику таким образом. И вдруг я вспоминаю, что Дюшан сделал с этой сантехникой вот этот свой жест превращения в фонтан. И я вдруг понимаю, что он освободил не только произведение искусства от привязки к символической системе, где искусство это живопись и скульптура. А он еще и к тому же освободил сам товар от его привязки к рекламному вот этой рекламной идеологии. Потому что товар все время нам что-то обещает. Он все время говорит, посмотри, какой я красивый, посмотри, какой я хороший. И Дюшан благодаря подчеркиванию фикциональности, то есть подчеркиванию ограничений воображаемого фактически выявляет и капиталистическую идеологию, связанную с товарным фетишизмом, и с другой стороны выявляет идеологию искусства, выявляет искусство как идеологию. И понятное дело, что жест Дюшана был вообще подавлен и был не воспринят в 40-е и 50-е годы в американской такой мейнстримной эстетической художественной критике. Они считали, что Дюшан сделал из искусства все, и они всячески критиковали Дюшана. Я имею в виду Клемента Гринберга и Майкла Фрида в основном. Они были против вот этих идей ради-мейдов. Они были за живопись и за скульптуру как то, что гарантированно чувственно, то есть вот в этой классицистской системе. И, соответственно, они были против поэтов. И очень важно, что следующий шаг переосмысления Магрита и Дюшана приходит в момент 70-х годов при возникновении концептуализма, когда в концептуализм приходит поэт Марсель Бротерс. Марсель Бротерс постоянно заигрывает с наследием Магрита, но Марсель Бротерс это поэт, который занимается искусством, и при этом он связан с революционными процессами 68-го года. То есть это фактически вот эта констелляция, которую мы сегодня с вами вопрошаем. Как художник и поэт одинаково реагируют на изменение символического порядка в обществе. Меняются функции музея, и поэтому оказываются важны проекты Марселя Бротерса. И я считаю, что Марселя Дюшана, Рене Магрита и Марселя Бротерса мы вправе называть поэтами в искусстве. Потому что они задействуют именно поэтику, как мы ее представляем, как символическое рамирование, как работу с вот этим символическим фреймингом, что ли, или рефреймингом. Но я просто одну работу Марселя Бротерса назову, которая здесь очень важна. Я хочу вот о ней рассказать. Марсель Бротерс берет свой томик стихов, будучи поэтом, он берет свой томик стихов и заливает его такой скульптурной массой. Таким образом, что и выставляет эту скульптурную массу. То есть вы, будучи зрителем, вы не можете прочитать его книгу. Вы видите ее как скульптуру. Но что здесь Марсель Бротерс чувствует? Он чувствует, что традиция американизированного понимания искусства, вот это абстрактное искусство, как высшая точка репрессирует поэтическое. То есть для того, чтобы быть визуальным художником, который работает в живописице и скульптурой, ты должен убить в себе поэта. То есть ты должен убрать вот это поэтическое, редуцировать это поэтическое. И Марсель Бротерс буквально воспроизводит этот жест. Он буквально показывает, что я для того, чтобы быть художником, должен вычеркнуть из себя поэта. Дальше он делает следующее. Он свои тоже стихи начинает зачеркивать вот так вот такими черными полосками, тем самым превращая их в абстрактное искусство. Мы не можем их прочитать, мы их начинаем визуально воспринимать. Вот. И соответственно Марсель Бротерс оказывается вот в этой системе. И конечно тут важна его центральная выставка Департамент Орлов, потому что это такое же вероломство образов, но вероломство образов в музее. Он понимает, что музей является вот этой рамкой и все, что попадает в музей, становится вот этим геродическим, националистическим похвальством, да, то есть становится орлом. И здесь тоже идет работа с вот этими рамками. Иными словами, как вы понимаете, моя теория, которую я хочу предложить, вот на чем основывать вот эту связь, это теория вот этой перемены границы, то есть поэзии, как работы с границами символического. И мы видим, что сегодня мы имеем дело с революцией нового типа, которую тоже, на мой взгляд, должны осмыслять художники вместе с переосмысленным вот этим поэтическим. Есть что-то сегодня, что роднит художников и поэтов определенным образом. И соответственно, как вы поняли по моей гипотезе, их изменения, изменения современных поэтов и современных художников связаны с изменениями в отношениях глобально между воображаемым и символическим сегодня. То есть мы можем зарегистрировать изменения иерархии, изменения символического порядка при переходе в интернет. То есть сама структура интернета это новый способ соединения воображаемого и символического. И этого соединения еще не было такого соединения воображаемого и символического, мы еще не видели. То есть это ситуация совершенно нового типа, и вы понимаете, как в этой ситуации язык трансформируется, как переопределяются отношения визуального и текстового, например, в эмодзи, или в стикерах в Телеграме. Ведь стикер это и визуальная информация, но вы пишете этой визуальной информацией, то есть вы запускаете письмо. Вот этот сам факт или факт существования мема, где есть картинка и подписка снизу, она уже говорит о том, что соотношение языка символического и воображаемого радикальным образом трансформируется. И все это переописывается с точки зрения существования кода, то есть с точки зрения того, что сегодня под символическим понимается уже не матричная или модульная логика, какое место я занимаю в системе, а логика шифрования и кодировки. И об этом, собственно, написала Клэр Бишоп в таком тексте, который называется «Цифровой раскол», «Digital Divide». Она сказала, что с приходом интернета возрастет роль поэтов в первую очередь, и искусство будет поэтизировано. И сегодня я отчасти рассказал, почему это так. То есть потому, что есть вот это общее отношение с воображаемым и символическим. Этого Клэр Бишоп не говорит. Но она говорит о том, что возрастет роль Кеннета Голдсмита, например, такого поэта современного, как Кеннет Голдсмит. Кеннет Голдсмит, у него есть такие практики, он ведет семинар, который называется Uncreative Writing, то есть некреативное письмо. И вот, например, одно из заданий его семинара Uncreative Writing. Все сидят, все пишут на ноутбуках, все в аудитории сидят и работают с ноутбуками. И он попросил в определенный момент всех поменяться ноутбуками со всеми. То есть он перетасовал ноутбуки. И это момент такой резкой какой-то интимности и открытости. Мало ли, какие у тебя вкладки там, мало ли, что ты смотришь в данный момент вместе с тем, как пишешь текст. И он сказал, вот пишите текст, но на чужом ноутбуке, так, как он есть сейчас. И что мы видим? Это очень интересное поэтическое решение, потому что он меняет вот эту рамку. мы находимся внутри нашего компьютера, как внутри своего воображаемого. Это наше отношение с интерфейсом, как с чем-то воображаемым. И здесь интерфейсы, вот так вот, как у Мане фактически в работе, они начинают перескакивать. и мы видим, что Кеннет Голдсмитт тоже настаивает на вот этом изменении рамы, рамыфикации, да, вот этой вот рефрейминг. И поэзия современная, которая хочет, ну, которая работает с этими темами, она связана с критикой интерфейсов и с определенным пониманием, как интерфейс связан с кодом. То есть сегодняшнее название воображаемого и символического это фактически интерфейс и код. Интерфейс это ваше воображаемое отношение с компьютером. Например, окна Windows. Что еще за окна, да, то есть, что за дела? Окна, это практически Магрит вспоминается, да, вы смотрите в эти окна, якобы это окна, но окно это образ. И вы считаете, что вот, опа, на дружелюбный интерфейс, я могу сделать то-то, то-то, но на самом деле вами правит символическое. То есть вот этот код, программ, который не выглядит так уж дружелюбно, особенно если вы ничего в этом не понимаете, как я, то есть, если вы не знаете, как это кодить и все такое. Но в целом вот это соединение интерфейса и кода, оно как раз делает возможным для поэта изменение вот этой символической ситуации и какой-то подрыв веры нашей в сегодняшний интернет интерфейс, да, ну вообще в интерфейсе. И точно так же это важно в отношении в отношении гейм, ну не геймстадис, а в отношении геймплея вообще, да, когда мы играем в компьютерные игры. В компьютерные игры вы находитесь в иллюзии, да, то есть если вам вы верите в эту игру, вы вживляетесь в эту игру. Но представьте, что текстурка лопнула, да, вы провалились за текстуру и вы вдруг оп, вы начинаете критиковать этот интерфейс просто самим фактом того, что воображаемое у вас раскололось перед вами. Так вот, мне кажется, что современный поэтический жест в плане отношения к игре можно осмыслить, например, как спидран. Вот мне кажется, что спидран, вот эта вот технология, ну, наверное, вы знаете, что это такое, это когда игры проходятся против того, как необходимо, там есть разные логики спидрана, но есть такие спидраны, где даже кодят, где даже игру хакают на уровне кода, ломают, и вот эти уровни не по очереди, например, проходят, в каком-нибудь дюк-нюкеме или еще в каких-то играх, а просто пролетают сквозь текстуры, они просто ломают, что называется, ломают порядок, да, то есть они вот так проходят сквозь стены там, выпрыгивают откуда-то, и вот игра как бы поломана на уровне кода, и я считаю, что это очень поэтическая на самом деле ситуация, взаимодействие с вот этим интерфейсом, и мы ретроактивно можем сказать, что именно так поэты взаимодействовали с жизнью, то есть жизнь — это, представьте, такая же компьютерная игра, где есть вот эти правила, и вот этот символический слом, о котором я говорю, это как раз то, что поэт, как поэт поэтизирует, да, то есть как он критически ставит вопрос об этой границе, и как он фактически хакает вот этот мир, понятый как мир повествования, мир литературы, да. соответственно, здесь я могу тоже примеры привести современных художников, которые являются поэтами, и работают с поэтическим таким образом. Вот я советую вам посмотреть такого художника, как Эд Аткинс, Эд Аткинс как раз говорит, что он из литературы на самом деле в искусство пришел, но я, у него есть очень популярные работы CGI, связанные с вот этим геймплей-дизайном, он работает с трейлерами, с мотивом трейлеров, субтитры очень часто задействуют как поэтический компонент, но я хочу обратить внимание на его работу именно поэтическую, у него есть сборник такой, даже не сборник, а книжка есть такая, она называется Tumor, опухоль, вы открываете эту книжку, и там первая фраза, этот текст запустит опухоль внутри тебя, и дальше сюжет этого текста рассказывает о том, как по вашему телу, по телу читателя ползает опухоль, и в этом тексте есть вот такая вот дыра, через которую вы смотрите, то есть, ну, он так организован визуально, что там есть вот такая дыра, и она как белое пятно вот так вот переносится от страницы к странице, то есть буквально он вам показывает вот эту опухоль, которая попадает ваше слепое пятно, да, то есть вы ее не можете в теле в своем понять, то есть вы ее не можете схватить, и вот этот текст, tumor, Эда Аткинса, опухоль, он написан на самом деле в цифровой ситуации, когда вы понимаете, вы можете осознать свое тело как текстуру, да, как гипернатуралистическую текстуру, и у Эда Аткинса есть очень интересный, важный поэтический манифест, который называется HD Texts, то есть High Definition тексты, HD тексты, где он говорит, что в поэзии мы можем воссоздавать вот этот гипернатурализм видеоигр, когда реально симулируется с нуля, и смотрите, этот текст начинается с того, что он наблюдал вот зачем. Текст с этого начинается. Он говорит, я смотрю Пиратов Карибского моря на плазме, и вдруг я вижу Джонни Деппа, да, вот в Пиратах Карибского моря, и у меня настолько качественная плазма, настолько качественный HD там, BD Remax там и так далее, что я просто вижу, как Джонни Депп стареет, да, то есть я вижу его морщины, потому что качество очень хорошее, я вижу там его там вот эти прыщи там и так далее, которые на самом деле не должны, я не должен это видеть, это не заложено в образ Джека Воробья, и ты видишь, и Эд Аткинс говорит, я увидел смерть как бы, я увидел, что есть что-то мертвое, что в этом гипернатурализме HD видео схватывается, то есть у него такой вариант готического хоррора связан с вот этим HD High Definition системами, то есть помимо того, что вы видите какой-то сюжет или голливудский там спецэффект, вы видите, как стареют и умирают актеры на ваших глазах, да, или какие у них там вот синяки под глазами и все такое, но что здесь возникает, здесь возникает ситуация, когда вы, вас выталкивает из иллюзии, вас выталкивает из образа, просто самим фактом вот этого High Definition вот этой ситуации, то есть симуляция оказывается настолько подробной, настолько детальной, что вас буквально выбрасывает из вот этой идеологии, и он применил эту технику сверхсимуляции к своим текстам, и он пишет тексты о таком натурализме, что у вас там в теле происходит, как там у вас реснички какие-то, что-то вот, такая очень телесная натуралистическая ситуация. Но обратите внимание, что она возможна только благодаря вот этим новым отношениям, которые привносят, ну не то чтобы интернет, я бы сказал цифровое, да, вот это цифровое состояние полностью переопределяет отношения воображаемого и символического, и именно благодаря этому поэт очень важно может эти конфигурации учитывать. Второй пример, помимо Эда Аткинса, это Хелен Мартен, художница, которая, я не помню, получала она премию Тернера или просто номинировалась, но в общем у нее был проект на премию Тернера в 2016 году, насколько я помню. И вот, если вы посмотрите видео Хелен Мартен, то вы увидите, что она тоже работает с языком, воссоздавая язык в CGI, да, то есть она говорит на разных планах с разными словами, там появляются кусочки, бессмысленные кусочки слов, например, вот такое вы видите, такое изображение, черепаха ползет, созданная на CGI, да, то есть такая очень проделанная, да, очень качественная CGI, и она ползает по детским кубикам, на которых что-то написано. И Хелен Мартен, например, в очень таких абстрактных, комбинаторных, объектно-ориентированных визуальных системах, она дает нам читать свое произведение, путая разные пласты текста. Иногда это субтитры, иногда это поэзия, наложенная сверху, иногда это текст внутри изображения. То есть мы видим, что возникает вот эта измененная ситуация поэтического в современной, ну, в такой современном состоянии. Итак, вот прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу подытожить тезисно, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о том, что искусство можно понимать исходя из двух традиций. Это традиция эстетическая, эстетизма, и традиция поэтическая. И, соответственно, мы можем соединить мир современной поэзии и мир современного искусства на основании вот этой поэтической теории самого произведения искусства, где произведение искусства совершает критическое огораживание, релятивизацию отношений воображаемого. То есть релятивизирует воображаемое, выполняя критическую роль в системах власти, в системах идеологии. Поэзия открепляет нас от идеологии за счет того, что она символически подрывает вот эту нашу веру в иллюзию. Мы также разделили иллюзию и фикцию и поговорили о том, как иллюзия противостоит фикции и что поэзия выступает на стороне, поэзия искусства выступает на стороне фикции. И мы поговорили о том, как поэзия и искусство соединяются в революционные времена, когда символический порядок оказывается под радикальным вопросом. Вот. Спасибо, да? Спасибо. Спасибо. Я включаю звук. Слышно меня? Да, слышно, да. Сейчас я еще включу видео. Не удалось, поскольку его остановил организатор. Ну, может быть, организатор мне включит видео, но в конце концов меня устраивает, что нас и слышно. Борис, спасибо большое, но там довольно много вопросов вам задавали. Спасибо, Борис. Да, да, спасибо вам, да, спасибо. Вы видели вам их в чате? Да, я вижу, я могу начать отвечать на них потихонечку. Ну, мне кажется, что они многие, конечно, довольно-таки глобальные, возможно, как-то, как-то так. вот на какие-то я отвечу, вот есть какие-то вопросы, которые мне кажутся очень важными. Вот, здесь есть вопрос, что все-таки первично, эстетика или политика, что порождает что? Вот, мне кажется, это очень важный вопрос. Смотрите, я не могу, вернее, невозможно сказать, что первично, а что вторично. То есть, мы не можем так поставить вопрос. Скорее, мы здесь говорим о том, что мир оказывается сложно детерминирован. То есть, мы видим, что какие-то процессы, изменения затрагивают разные аспекты жизни. Таким образом, что в разных аспектах жизни возникает то, что социологи 70-х годов называли гомологией. Я бы сказал, что эстетика и политика с маленькой буквы, то есть, например, парламентская, вот политика, как мы ее представляем в нашей повседневной жизни, то есть, дума, активизм, ну вот, институты политические. я считаю, что здесь на уровне эстетики и политики существует гомология, то есть, изменяются, они соизменяются похожим образом. Но само существование этой гомологии говорит нам о том, что эстетика и политика это, грубо говоря, вообще одно и то же. То есть, политика это и есть эстетика, а эстетика это и есть политика. Потому что что такое политика? Это изменение символического порядка вещей. То есть, это реальное изменение жизни. А чем занимается эстетика? Эстетика занимается тем же самым, как я считаю, она занимается если мы из первой критики Канта берем и следуем романтической именно идее, то она тоже занимается переустройством именно мира. И поэтому обратите внимание, что и у романтиков, и у авангардистов пафос собственно не в том, чтобы создать крутое произведение искусства, а пафос в том, чтобы изменить положение в мире, символическое положение в мире. Вот. Я не знаю, понятно, я как-то описал это в отношении этого вопроса. Мне кажется, да, но не знаю, что скажет нам наивный участник, который задал его, но в общем-то... Да, вот если что, пишите тоже реакцию на ответ, может быть, есть у вас еще какое-то дополнение. Вот еще вопрос. Религия тождественна поэзии с точки зрения взаимодействия воображаемого и символического. Тоже очень интересный вопрос. На самом деле нет. То есть религия, она выступает полностью на вот таких идеологических позициях. То есть религия функционирует как идеология полностью. Соответственно, вот это эстетическое искусство, которое мы сегодня критикуем, да, вот эта вот позиция первая, о которой я говорил, его еще называют критики религии искусства. То есть искусство как религия. Имеется в виду, что мы верим в чувственное восприятие искусства так же, как мы верим в религиозный институт. И мы верим в институт музея как в религиозный гарант. Обратите внимание, что поэзия она всегда связана не то, что с подрывом и обрушением религиозного. Она связана с тем, что Бурдье говорит по поводу Мане и по поводу Маларме. То есть для него, для Бурдье, вот как раз вот эта сцепка поэтического и художественного, она обретается в Мане и в Маларме. Они делают, говорит Бурдье, одно и то же. Но что они собственно делают? они по мысли Бурдье являются иересиархами. То есть это те, кто вторглись в церковный религиозный канон и подорвали его изнутри этого канона. То есть совершили символическую революцию, как говорит Бурдье. То есть я бы сказал, что поэзия тождественна не религии, а поэзия тождественна ереси. То есть очень важно ерес находится внутри религиозной системы, но предполагает изменение вот этого отношения символического и воображаемого. Мы знаем с вами религиозные революции и религиозные революции, они тоже еретические революции. Например, Мартина Лютера, реформация. Вот так они функционируют. вот и так же я бы описал, например, Дмитрия Пригова в отношении идеологического языка позднего Советского Союза. То есть он такой иересиар советской системы. То же самое можно сказать про коллективные действия. Помните их главная поэтическая работа, я надеюсь, вы ее знаете, я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится, хотя я никогда не был в этих местах. В чем скандал этой работы? В том, что на красном фоне вы обычно пишете землю крестьянам фабрики рабочим. То есть какие-то лозунги политические. А здесь вы видите странный такой слом. Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится. Это вызывает такой странный взрыв мозга, как говорили, в эпоху раннего интернета. Выникает такой взрыв мозга. За счет вот этого, но КД невозможно себе представить без этого советского порядка, понимаете, без вот этих красных ситуаций, без туризма и фотолюбительства, без советских этих институтов. Но чем они выступают в отношении этих институтов? Они выступают не просто анархистами, которые мы не будем ничего делать с этими институтами. Нет, они выступают именно как иересиархи. И они работают, конечно, с символическим. Я понятно ответил на этот вопрос по поводу религии и поэзии? Это очень важный вопрос. И мой ответ заключается в том, что поэзия соответствует не религии, а ереси. То есть какому-то отклонению символическому внутри религиозного данного порядка. Вот. Тоже все понятно, по-моему. не считаете ли вы, что современная поэзия страдает излишней коммерции? Я, честно говоря, так не считаю. Слушайте, я вот-то тоже так не считаю, потому что я не знаю никаких коммерчески успешных поэтов вообще, в принципе. Какие вот есть коммерчески успешные? ну, вероятно, те, кто смогли монетизировать каким-то образом свою деятельность профессиональную, ну, это сразу там приходит на ум Вера Полоскова, Дмитрий Быков, мы вот с Андреем, кстати, тоже ничего. но, честно говоря, нас, ну, наверное, существует реклама всякая в стихах, мы тоже ее всегда со смехом слушаем, там, наверное, тоже какие-то поэты подрабатывают на них, вот, но в целом, конечно, очень трудно коммерциализировать свою деятельность. Но, мне кажется, что как раз вот тоже я, как вы понимаете, я пытаюсь, я скорее на стороне поэзии, вот сейчас я бы сказал, на данном этапе моего, ну, такого, моей деятельности, я гораздо ближе к поэтам, чем к критикам современного искусства или к теоретикам. Я пытаюсь перепрочитать современное искусство, как я представил, исходя из теории поэзии, и вот настроить эти какие-то гомологии и соответствия. И мне кажется, это очень важным. И, соответственно, меня также привлекает в поэтах их очень странный способ вхождения в рынок. То есть, он чрезвычайно отличен от того, как художники входят в рынок. И я не считаю коммерциализацию каким-то фатальным фактом, да? Я считаю, что внутри поэтического может быть критически поставлен вопрос о способах рыночного функционирования поэзии как таковой. И мне кажется, это довольно интересным вопросом. То есть, важно понимать, что рынок является, рынок поэзии, рынок искусства, является вот таким институтом именно. И вот, значит, именно точно так же взаимодействовать критически с этим институтом, мне кажется, важным. Но есть, конечно, поэты, которые мне не нравятся, то есть, вот, есть поэты, которых, ну, я не считаю значимыми, например, но это не связано с тем, что они коммерческие. То есть, это не прямая такая связь. То есть, страдает ли от коммерции от излишней коммерции? Ну, мне кажется, все, что угодно сегодня, по сути дела, находится в страдательном положении в отношении коммерции. Но даже в этих условиях возможен вот этот революционный жест внутри поэзии и искусства. Понимаете, да, вот? Да, я понимаю. Да, ну, вот пишите тоже как-то так. Вот смотрите, мне, Борис, уже второй раз вас пытаются расспросить о любимых поэтах, и я бы оставила этот вопрос прямо как бы к финальной коде. Но вот есть вопрос, который меня, в общем, в какой-то степени интриговал с самого начала, что вы это же действительно языковое и поэтическое и корректно ли это вообще? Ну, в смысле, как бы, что можно, по идее, все это в сферу языкового перевести, а не так присваивать нам поэтам это все, как нам, конечно, нравится, но мы поняли уже, что вы на нашей стороне. А да, а можно я прокомментирую вот эту вот связь с языком, да? Да-да-да, вот я про это как раз. Да-да, да, здесь очень важно, я об этом не сказал, и это действительно может привести к некоторой путанице. у нас есть, во-первых, непонятно, что такое язык, мы должны с этого начать, да, и я не являюсь сторонником в данном случае лингвистической теории языка и лингвистической теории поэзии. Иногда можно представить, что язык, ну, он, лингвистика структурная была очень важна в середине 20 века, и в том числе поэзией занимались, исходя из вот этой структурной лингвистики. Отсюда, в том числе русский формализм, да, вот интерес к Шкловскому, к остранению, к Якобсону и так далее, да? И, но мне кажется, что лингвистика это особый опыт взаимодействия с языком, да, а поэзия не сводится к вот этому лингвистическому, нелингвистической работе с языком. Здесь мы можем видеть, что поэт и писатель и художник, как вы понимаете, я сейчас скажу, да, но не всякий художник, ладно, вот поэт, он взаимодействует с повседневным языком, как он существует сегодня. Обратите внимание, что художник всегда начинает с нуля, то есть у него есть, например, white cube или есть какая-то ситуация, он начинает с нуля, особенно если он живописец и скульптор, вот мы сейчас накинемся на этих ребят, да, то есть живописец и скульптор, кто такой живописец? он начинает с белого холста и он как-то моделирует ситуацию, значит, скульптор начинает вот с материала и он работает с материалом, то есть здесь есть очень важное начинание с нуля, да, поэт же, вот что очень важно, он тоже работает, у него есть чистый лист, но язык ему, его инструмент, это не он себе придумал инструмент, а он сам является своим инструментом, то есть он уже погружен в язык, вот с искусством вы такого никогда не увидите, то есть язык искусства в узком смысле его нужно освоить, вы в нем не родились, да, то есть вы в нем не находитесь 24 на 7, как мы находимся в языке, в отношениях языка, тем самым поэты по-другому совершенно связаны через этот язык с повседневностью, да, и с идеологией, и здесь под языком я имею в виду способность языка вбирать в себя повседневную функциональность, да, и какую-то идеологическую составляющую, да, разные способы речи, да, разные социальные ситуации, связанные с языком, то есть я не имею в виду язык, как, например, лингвисты, да, вот структуры вот эти, да, вот определенного рода, я имею в виду собственно язык как такой странного рода ready-made, да, вот что для поэта язык является вот этим ready-made, который он, с которым он сталкивается и начинает свою работу, при этом этот язык, не обязательно это вот буковки, да, не обязательно вот это все, это могут быть и визуальные образы, это могут быть и какие-то мотивы, ну, например, как серфинг в интернете, да, вот у того же Паша Арсеньева есть работа, где он, собственно, снимает, как он гуглит что-то по интернету, и вот эта съемка экрана, она, собственно, и становится поэтической, да, то есть это язык понимается как, я бы сказал, знаете, в каком смысле, в смысле повседневной практики, то есть вот, это очень марксистское понимание языка, потому что язык является элементом праксиса, и поэт работает с языком именно на уровне вот этой, вот этой повседневной практики, вот, что я имею в виду, вот так я понимаю язык, я язык понимаю как практику, а поэзию я понимаю как революционный праксис внутри языка, то есть определенное критическое пересоздание вот этой повседневной повседневности посредством втыкания палок в колеса вот этому хорошо работающему социально завязанному языку, да, то есть можно сказать еще одну вещь, что искусство в моей вот этой системе, которую я представил, оно всегда революционно, то есть здесь есть неразрывная связь между социальными революциями и иерархиями, как они ставятся под вопрос и поэзии, и искусством, да, соответственно, мы можем видеть, что интерес к поэзии всегда означает какой-то революционный горизонт, да, и это вот те мысли, которые мне недавно только пришли, я, например, считал вот раньше, что я думал, вот о Дюшане, например, что я думал, или о Мане, вы знаете, что Мане был буржуа и Дюшан был буржуа, их нельзя назвать какими-то коммунистами, да, их нельзя назвать социалистами, и я думал, что необходимо критиковать, как, например, Михаил Лившиц, необходимо критиковать, или Ворхол, например, Ворхол не был коммунистом, но по сути дела, если вы посмотрите на их искусство, что они художники, и они как-то понимают свою деятельность, они являются в каком-то смысле коммунистическими, в каком-то смысле. То есть они говорят о каких-то... Вы не можете, как говорит Бурдье правильно, мне кажется, усомниться в одной иерархии, усомниться в иерархии искусства, без того, чтобы усомниться во всех иерархиях сразу. То есть когда вы выходите к революционному жесту внутри искусства, вы, соответственно, ставите под вопрос вообще весь мир, где это искусство существует. И таким образом, даже не зная того, и даже, может быть, не отдавая себе отчета в этом, художники выступают с революционных позиций. Вот что интересно для меня. И я это только неделю назад, условно говоря, понял. Вот. Так, ну что? Ну что, тогда к вам какие-то... К удаленке, вот, интересно, да. Мне очень нравится комментарий, удаленка — это ересь для офиса, да? Абсолютно верно, это очень интересно. То есть мы сейчас имеем в том числе слом иерархии, обратите внимание, и перенос вот этих воображаемых и символических отношений, ну, в ситуации в связи с самоизоляцией, да? Вот мне еще говорят, ваш любимый поэт, это Галина Рынбу. Спасибо. Да, я большой ее фанат, вот, в общем, я за ней, за ее стихами очень слежу, вот, и мне кажется, что, ну да, я большой ее поклонник даже, можно сказать. Насколько я помню, вот, совсем скоро, я не помню даты, но вы все это можете узнать на странице Центра Вознесенского, будет ее выступление, опять же, в Центре Вознесенского, в виртуальном Центре Вознесенского, да. Так что, кто не знает Галину Рынбу, подключайтесь и узнавайте. А, так, ну, что? А вот мне подсказывают, Рынбу будет 5 мая. Ну, друзья, я понимаю, что очень много вопросов, это совершенно ясно, потому что много затронуто важных вещей, и понятное дело, что это все порождает вопросы. Но, мне кажется, нам придется закончить уже на сегодня, потому что, как вы выразились, взрыв мозга уже определенный происходит. Ну да. Надо его попереживать какое-то время, и уже на осколках самовласти. Да, да. Да, спасибо вам большое, Борис. Огромное вам большое спасибо. Я вот, к сожалению, не научилась в Зуме ставить эти аплодисменты, поэтому так вам. Спасибо, спасибо. Спасибо большое.